Привет всем стратегическим жеужикам! Продолжаем знакомиться с демо-версией Humankind в Google Study. Я так понял по вашим комментариям к первому видео, что в России эта фигня всё-таки недоступна. Ну и я сейчас дождался времени, когда в восточном полушарии все спят, в западном собираются спать. И я надеюсь, сейчас будет качество получше. Хотя мне, честно говоря, не особо устраивает. Но я ещё почитал. Кажется, народ вообще пишет, что в принципе на компьютерах Google Study не очень. И она заточена больше на всякие смартфоны. Я действительно запустил на смартфоне. Выглядит нормально, но, извините, на смартфоне разрешение, естественно, не такое требуется. Но и играть в пошаговую стратегию на смартфоне... Ну, то есть, по-моему, Humankind не совсем та игра, которую стоит через стадию продвигать. Ну, видимо, Google как-то заплатили ребятам, чтобы это шло. Да, я там видел в комментариях, пишут, попробовать через VPN в России поиграть. Типа, что ты не в России. Но дело в том, что, ну, видите, всё равно как-то блурится. Я не знаю, как это исправить. Так вот, вам, чтобы играть через стадию, надо будет свой гугловский аккаунт залогинить. А там у вас отмечено, в какой вы стране. То есть, вам, видимо, ещё гугловский аккаунт придётся создавать. Ладно, в любом случае, давайте попробуем дойти до следующей эры. Посмотрим, как будет реализован выбор следующей цивилизации. А то в прошлых моих видео по Humankind у нас это не получалось. Ну, и ещё раз повторю, качество видео не от меня теперь зависит. А качество видео зависит от Google Стадии. Итак, Нубия открыла обработку бронзы. А, мне ещё в комментариях сказали, чтобы я не сравнивал постоянно с Циллой. Знаете, у нас, ну, как всегда, знаете, там, половина комментариев, игра один в один как Цилла. Вторая половина комментариев, это вообще не Цилла, не сравнивай. Ну, и есть несколько посередине которых... Так, ну, замки мне точно не нужны. Кузню надо будет построить, но пока я буду... Я пока тут строю юниты, и вообще надо бы мне какие-то... Так, я решил вот здесь ставить поселение. Но, правда, у нас тут есть... Даже музыка прерывается иногда, видите? Реально, ощущение от графика, как будто ты 720 играешь, а не 1080. Так. Ну, тут я строю лучников. Я собирался ускорить, наверное, этим ходом. 174, 246. Да, давайте ускорим. Еще следующего сразу поставим. И этого пока... Так, а можно его в город разместить? Нет? Ну, давайте тогда пойдем. Вот знаете, что меня не устраивает на иконках юнитов? Непонятно их формация. Ну, то есть... Непонятно, где лучник, где скаут, где воин. Так, давайте этих объединим, ребят. Кстати, нету ощущения, как в Endless Legend содержание войск. Я могу, если сколько угодно армии, и это вообще никак особо не влияет. То есть, оно... Наверное, каждый юнит будет влиять какое-то содержание, но вот каждая армия в Endless Legend тоже имела какое-то содержание свое. И вот это... Вот это странное такое мерцание, знаете, как будто постоянно падает качество. Очень странно. Но еще раз повторю, и по-другому я вам никак не могу показать. И у меня еще есть подозрение, еще раз повторю, что этот Humankind запускается откуда-то с Европы скорее, а не с Америки почему-то. Хотя, по идее, он должен быть на всех... Так, давайте соберем руинку на всех серверах Google. Иначе это странно. Ну, вы можете посмотреть мои предыдущие видео, в которых я играл... Конкретно на... На клиенте, который у меня был установлен, там графика хороша. Так, куда мы дальше пойдем? Что нам тут хочется мне побыстрее открыть? Еда, стабильность... А, тут я медь открыл обрабатывать. Ну... Ну, давайте, наверное, в этих скаутов на конях. Тут надо будет, конечно, изучать вот эти все... ДИЦ. ДИЦ можно перевести как дела. Ну, совершение. Давайте это назовем совершение. Это, наверное, выучать, за что... Выучить, за что даются... Всякие очки славы на будущее. Так, скоро я получу еще одну звезду, когда открою седьмую теху. Так. Два улучшения надо построить. Одну я только, кстати, построил. Двести культуры насобирать. Вторую территорию... Вот, да, Катя, вторую территорию надо реально контролировать, а то что-то... Так, новый ЦИВИК открылся. Ага, ЦИВИКи открываются, когда вы выполняете определенные... Ну, когда ваша цивилизация соответствует определенным условиям, кондициям. Армия. Состав армии. Но, опять же, я не могу это ничего не принять, у меня нету очков ЦИВИКа. Через 9 ходов только будет. То есть я вот в легитимности... В... 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 Армия... Ну, как даже лучше сказать... Ну, да, состав армии, пожалуй. И независимость людей в этих ЦИВИКах... Ну, пока не... И конкретно мне непонятно, какие параметры приводят к открытию этих ЦИВИКов, но... Видимо, какие-то условия в игре есть. Так. Напали все-таки на меня, и я буду биться. У меня три юнита есть. Причем один из них мой уникальный юнит. Стреляющий. Мне его желательно, кстати, иметь сверху. Ну, на возвышенности. Так. Это... Вориор, это скаут. Ну, поехали. Я бы, кстати, просто стоял вот так. И, слушайте, он, по-моему, даже... Ага, только отсюда попадает... Не, через две клетки стреляет, получается. Так. Не знаю, может пропустить ход? Пускай он сам подходит. Надо было куда-то сюда скаута скорее ставить. А, слушайте, они тоже не подходят. Уже третий раунд пошел. Фига я играю. Так, ладно, давайте тогда так сделаем. Там, как стрелять. О! Ну... 60 вообще больно, да. Это больно. И умер. Так, ну у него где-то еще... Вот он, еще один юнит. И умер. Так, сколько хитпоинтов? 4% мы потеряли. А, не хитпоинтов, в смысле, экспы. Как-нибудь прокачались вообще юниты? Не, ноль. Интересно, за счет чего-то прокачиваются. Ладно, пойдем вот к этому... Нет, давайте мы тут, наконец, поставим лагерь. Присоединим эту территорию. Не знаю, но мне тут вообще так же хреново видно, как и вам. То есть, если кого-то, конечно, раздражает такое видео. Еще раз повторю, ничего не могу сделать. Так, где нам лагерь ставить? Тут... Нам игра никак не подсказывает. Мне кажется, что вот тут и надо ставить. Ну вот, сверху нам пишет общее число ресурсов. 5 еды, 17 производства, 4 денег. Тут побольше еды на 2, но и на 2 поменьше производства. А, кстати, на ресурсы нельзя ставить, видите? Я хочу сюда почему-то. Ну, побольше производства. Хочется побольше производства. Где-то еще одна цивилизация должна быть. Мы встретили хетов, но я пока не очень понимаю, как с ними дипломатить. Мораль... Мораль существует для каждого из ваших оппонентов. Мораль — это дипломатический ресурс. Если вы не в войне, мораль никак не влияет на вашу цивилизацию. Но вам следует ее держать как можно выше. Можно больше бы ее у вас было. Низкая мораль приведет к сдаче либо подтверждению требований ваших соперников. Чтобы повысить мораль, создавайте требования. Ответ... Отвечайте на требования и провоцируйте другие цивилизации как-то воздействовать на вас или играть спокойно и размеренно. То есть я что-то могу требовать, но... Пока, видимо, нет. Пока это не работает. То есть вот это как раз требования какие-то. В зависимости от того, как мы будем реагировать на эти требования. И... Знаете, у меня такое ощущение, как будто я играю на приставке какой-то по старому телевизору. Реально. Такое... Зачем... Ладно, я понимаю, это Google Stadia и зачем рекламировать. Но зачем Amplitude так странно хотят отрекламировать свою игру? То есть вот... То есть конкретно вы можете поиграть в демоверсию только... Ладно, если бы еще платная она где-нибудь была. Например, вы купили... Сделали предзаказ в Стиме и вам бы дали демоверсию в Стиме поиграть. Так нет же. Так, сколько тут будет строиться аванпост? Тут интересная система, опять же. Кто не видел мои предыдущие видео. Аванпосты могут не только потом становиться вашими городами, но и присоединяться к уже существующим. И в данном случае я как раз хочу ту область присоединить к уже существующей области. Я не думаю, что... О! Они... Мы встретили Джоу. В английском оно звучало. Ну, то есть будущих китайцев. И они предпочитают... Размышлять и медици... Медици... Медитировать. Вместо того, чтобы спускать с поводка свои колесницы. То есть они где-то там вот сверху. Ну-ка, с ними что-нибудь... Что-нибудь можно пообщаться как-то... Так, во-первых, можно... Представиться. Они больше заинтересованы в торговле, чем в конфликте. Ну, опять же, торговать нам нечем. Или мы не можем. Может, дороги надо провести сначала. В этом случае в Endless Legend было так, что вы должны были дороги провести, чтобы у вас торговля... Ну, там, правда, она и автоматически происходила. С другой стороны. Так, ну... Не знаю. Не могу я ничего... Не предложить, не отправить. Так что... Пока просто ничего не делаем, очевидно. Так, олени тут ходят. Пошли, наверное, этими юнитами... Вот этот лагерь попробуем уничтожить. Музыка, конечно, красивая. Тут ничего не могу сказать. Я, конечно, много чего могу сказать. Среди прочего, что тут красиво... А где тут еще один юнит был, по-моему? Нет, да, вот он. Почему... Почему мне не дают им управлять? Блин, как-то очень-очень-очень плавно камера двигается. Не могу... Для меня это очень медленно. Я уже в настройках искал, по-моему. Не нашел в настройках скорость увеличения перемещения камеры. Он говорит, что построив аванпост... Построив аванпост, вы вот так легко... Объявляете эту территорию своей. Главная сложность, конечно же, удержать эту территорию. Так, давайте попробуем присоединить. Я... Вот тут это реально... Не тривиально как-то сделано, не очень очевидно, как объединять эти территории, чтобы это было одним... То есть, либо, видите, два хода в город превращается, либо два хода вы можете переместить аванпост, ну, и либо шесть ходов мы можем начать строить эти... Ну, каменоломни в данном случае, потому что тут обсидиан добывается, это, я понимаю, ресурс роскоши. Но я хочу к городу присоединить эту штуку. Так, я хочу, наверное, купить лучника. Кстати, иметь надо... Так, давайте я... Ага. Так, тут максимум четыре юнита, поэтому убираем скаута. Отправляем его дальше бегать по территориям. Юниты будем сейчас объединять. Вот. Три лучника и воин. Пойдем разбираться. Может, медведика еще завалить. Кстати, смотрите, вот это как бы территория... Смотрите, все-таки тут города-государства по-хорошему имеются. Вот это Ноки, вон ниже аварцы. Шуши. Прикольно. Прикольно. Вопрос, можно ли будет с ними как-то взаимодействовать, кроме как... Убивать. Ну, видите, Ноки вроде как мирно ко мне относятся. Видите, писсфули. А аварцы... Вайланд, наоборот. А вот, как можно с ними взаимодействовать? 20 баксов им зап... Ну, баксов я говорю, извините. 20 золота им кинуть и начнется патронаж. Интересно, что это означает. Они будут делиться с вами вашей зоной видимости, их зоной видимости. И торговать ресурсами. У нас, кстати, способность нуби дешевле покупать. Ну, давайте, короче, я этого попробую патронаж сделать, мы все проверим. А этих я попробую разбить. Эти мирные, а эти немирные. Как раз то, что надо. Так, скаутом пойдем исследовать территорию. Этим скаутом тоже. Так, в этом городе. Как же объединять-то? Ну, это про кварталы мне пишет. А как объединить? Ну, это про... Тут пишет, что я могу вот добывать ресурсы тоже. Мне это как бы не надо. Я хочу... Я хочу объединить эти... Блин, как же это было сделано-то? Так, это сбалансировано. Кстати, я же могу тут политики... А, подождите. А что, строительство... Точно, строительство лучников. Слушайте, это они поменяли, такого не было. Это вот они сейчас сделали, что строительство юнита это минус население. Ну, давайте, короче, политику роста города. Ну, и почему не... Не перенеслось. А, и так, и так два хода. Так, ладно. Рост города поставили. А, вот, оттач... Во, наконец-то. Вот видите, вот тут я сейчас могу нажать присоединить. Заплачу 25 культуры. И эта территория объединится с этим городом. Все. Как бы... Вот это, грубо говоря, район становится. Города. Это как бы... Вот эта вся территория, это один город. И давайте, наверное... Давайте, наверное, медь сначала добудем. Шесть производства, две науки. Потом я могу... Одно производство, восемь денег. Одно производство, восемь денег. Одинаково. Давайте это. Потом это. А вот это почему не добывается, интересно? Почему я тут не могу сделать... А, нет, могу. Ну, вот так. Следующим ходом... Слушайте, я тоже минус одно население. Это они интересно сделали. Это каждый вот этот минус одно население. Это я не смогу много понаделывать. Ну, давайте пока с меди тогда начнем. Дальше я подумаю. Два хода. Пожалуй, надо фермерский квартал ставить. Игра мне предлагает тут. Но дело в том, что у меня пирамиды, которые дают соседство торговым кварталам. Поэтому я бы рядом с пирамидами не хотел строить. А вот здесь, наверное, можно, да. Пять еды и потом вокруг... Да, давайте. Можно будет эту область еще присоединить потом. Так. Город растет. Все растет. Потом вот можно... Амбары животноводства. Как они... Как называется место, где животных содержит? Хлев? Нет, нет. Ну, хозяйство. Сарай? Сарай? Ну... Хлев, наверное. Ну, тут Animal. Animal Barn. Так, что мы собрали? Что-то собрали. Не успел я посмотреть. Ну, вот тут, конечно... Ну, это вот нам подсвечивает ресурсы всякой роскоши. Причем, вот желтым, я так понимаю, ресурсы роскоши. Серым таким это стратегические ресурсы. Ресурсы роскоши на стабильность влияют. А, ну, тут вот, собственно, подписанное. От ресурсов стратегических я... Так. А, значит, чтобы дать им 20 монет, мне, наверное, не обязательно было даже к нему приходить. О, увелич... А, ну, короче, тут система как с минорными фракциями в Endless Legend и в Endless Space. Отлично. Все, то есть будет постепенно увеличиваться уровень с ними взаимодействия. А потом можно будет ассимилировать их. Хорошо. А тут пойдем с аварцами драться тогда. О, это что? Шелк. Не удивлен, что тут рядом китайцы. Блин, фига себе, сука, там. Вот видите, мне открывает то, что бегают и ищут вот эти ноки. Так как они под моим влиянием, то я могу видеть то, что видят они. О, новое. Ну, это я теху открыл. Так, и увеличивается население. Открыл теху, соответственно, очко эпохи получил. Два очка эпохи по техам, видите. Нынешнее. А, то есть все-таки население, которое в юнитах, в этих, в добыче ресурсов, оно тоже считается. Ну, это правильно, это правильно. То есть у меня сейчас считается 10 населения. Круто. Интересно, если будет, если будет всякие возмущения, то есть низкая стабильность, наверное, и юниты будут возмущаться как-то. Это прикольно. Блин, насколько все-таки вот богаче. Это как HumanKind, извините, даже сейчас в демо-версии, да. Ну, и в таком качестве видео, но все равно, насколько в ней много всяких возможностей сейчас. Так, давайте, наверное, ирригацию откроем. Я чувствую, что мне тут надо расти, а после ирригации письменность, потому что здесь, собственно, торговый, торговый район и цивик. Одно очко. И я, к следующему ходу, еще очко цивиков получу. Так. Шуш, ну, наверное, к этим ребятам особо лезть не будем, потому что это явно должны быть союзники хетов, а не мои. Видите, и вот, смотрите, как используется местность. То есть вот я не могу, например, сюда пройти просто, потому что это возвышенность, в которую не забраться. И чем выше я нахожусь, тем дальше я вижу. В принципе. То есть, такие карты давным-давно... Но на самом деле, даже в Альфа Центавре были такие разноуровневые карты. То есть, игра какого года, блин, 96-го, 7-го. Почему это все исчезло потом в глобальных стратегиях, не понимаю. Вот так, вроде, ближе пододвигается... О, еще один цивик, не цивик, а очко. А, это за прошлое, ладно. Так, видите, у меня один цивик-поинт есть. Давайте, наверное... А, вот, кстати, еще влияние. Смотрите, куда хеты влияют. Куда я влияю. Отсюда что, я культуру получаю? Нет, или это три культуры? А, непонятно, как это работает. Так, давайте примем. Так, тут я так понимаю, что уже все принято. То есть, я, в принципе, не могу тут куда-то, не знаю, зачем это равно светится. Могу в этих трех куда-нибудь вбросить. Итак, кодифицированные законы. Дешевле поставить аванпост, дешевле улучшить цитадель. И прогресс будет плюс 15% науки и плюс одно влияние территории. Так, окей. Армия. Могу принять профессиональные солдаты, либо... Я так понимаю, это... Боже... Призывная армия, что ли, да? Значит, призывная. Модифицировать, улучшить юнит стоит на 20 меньше производства. И... Мфигайся в столице. Все сразу улучшится. Профессиональные солдаты. Сила юнита плюс один каждого. Ну и то же самое. Не, подожди, вот это вот сейчас все и так работает, я так понимаю. То есть, вот как у меня тут на данный момент все сдвинуто. Сила юнитов, хорошо. А это влияет... Либо... За деньги покупать армию. Либо... Модифицировать ассимилированных... Людей. Знаете, я хочу вот это принять. Просто посмотреть, реально ли будет... Не, вообще, я не хочу сейчас там армию строить. Ладно, тогда... Тогда, пожалуй... Мне хочется... Законы... Потому что я буду аванпосты строить, и я хочу... Чтобы дешевле они не обходились на 20% все-таки... Так... Ага, тут будет битва. Ну, заходим. У меня явно посильнее... А, это даже не битва, это осада. Ну, я, пожалуй, не буду... Буду... Ждать. Миг-91 против... 40. Поэтому давайте... Сразу нападем. Так... Так, давайте лучников здесь расставим. А воина тут. Но у нас лучше... Явно... Расположение... Каким вот бонусы имеем? Плюс 4 за то, что я выше нахожусь, и плюс 2 от соседства... Дружественных юнитов. Так, минус 1 юнит сразу. К этому подойдем. Тут придется подойти лучникам, потому что не достреливает. Тут я не буду иметь таких бонусов. Тут только плюс 18. И проатакуем в рукопашную. Ну, видимо... Все на этом. О! И я считаю, что захватил этот город, да? И это... Ну, это аванпост. Типа? Нет, это город уже сразу. Это уже сразу город. Тут есть администраторы. Вам надо администраторов использовать. Ну, вот, мне, конечно, вот этих надо ассимилировать, чтобы... Чтобы не было разрыва такой по территориям. Получил еще 2 звезды, похоже. За население. То есть, я так представил город, сразу население. За контролирование 4 территории. И за то, что уничтожил уже 13 юнитов. Ну, прикольно. Прикольно. Я так понимаю, у меня последняя звезда осталась. 3 населения. Еще одну территорию. 3 технологии. Нет, это 8. 8 уничтожил. Еще 5 юнитов. И... А вот культура скоро будет у меня. Скорее всего, культура быстрее накопится. Культурное наследие. Захватив великий город Аварской... Аварского племени. Это... Достойный день для вашей империи. Маршируя через их ворота. Я увидел, что побежденные жители точно так же радуются своей культуре. И... Что мне сделать... Короче, видите, у меня открылся новый цифик. Цивик. Для... Возможности принятия на будущее. Культурное... Блесинг. Боже. Ну, когда вас... Крестят и светят. Посвящение. Культурное... Посвящение. Давайте будем считать. Благословление. Да, культурное благословление. Либо через пять ходов после... Пять ходов... До того, как будет конвертировано под влиянием на территорию. Вот это не очень понятно. Монокультуризм и мультикультурализм. Плюс пять влияния в центре города. Пока это все мало мне что говорит. В том плане, что... Ну... Непонятно по механикам. Вот что у меня сейчас надо, стоит принимать. Как мне вообще играть. Поэтому просто рассматриваем возможности. Так. Здесь... Продолжаем исследовать. Тут какие-то вообще горные такие места. Прямо по реке, наверное, пойду. Жалко, у рек нет названия. Вот это, конечно, в Циве очень классно было. Что реки, горы как-то называются. Ладно, придется сюда возвращаться. А то мы тут никак не... Ну, смотрите, вот мне так нравится ландшафт, что вот это видно горный ландшафт. Да, вот это труднопроходимая местность. Вот тут степи такие больше. Да, тут тундра. Вот это вот прям намного круче ощущается. Так, тут давайте тоже на рост города. Что-нибудь построено вообще уже? Похоже, нет. Сколько у нас тут вообще? Пять производства. Пять еды. Ну, давайте наши пирамиды. Наверное. Хотя... Тут еды так прилично. А где пирамиды предлагают тут поставить? Да. Надо не забывать, что не обязательно прямо рядом с городом ставить. Это вся территория, считайте, город. Не знаю. Не знаю. Как-то странно. Хорошо, а на фермы, если 10 еды? Давайте с ферм начну. Так, пытаюсь границы континента открыть. Вон, столица Джоу. Вот столица хетов. Ну, такой маленький континентик. Ну, на три цивилизации. Что тут? Много... Много не сделаешь. Так, ирригация открыта. Публичный фонтан. Две еды на реке. У меня, по-моему, столица на реке не стоит. Ну, хотя нет, стоит. В принципе, можно. В принципе, можно будет построить эту штуку. Что-то ухудшилось качество картинки вообще. Еще 10 монет. Надо вот эту территорию следовать. Хотя, наверное, туда сейчас побегут. Так, давайте вольем побольше денег в ног. Больше бонусов дает. Стратегический ресурс какой-то. То есть, какая-то торговля вроде идет. Или мне кажется. Но я как-то коммуницировать с ними вроде не могу. Так, тут где-то были медведи на велосипеде. Где-то вот тут. Ну, заодно соберем интересности. О, еще одна. Лулубаны. В бан лулубанов. Пять науки. И вот тут что-то интересное. Видите, вот не могу я вот так просто зайти сюда. А так обходить не хочу. Поэтому просто иду дальше. Видите, эта территория остается пока закрытой. Ну, тем более, тут у нас враждебное племя. Нафига минуту туда лезть. Знаете, чего? Не хватает сообщения о том, что я тут построил. Так, ну, давайте попробуем ирригацию. И вообще у меня ферма, да? Плюс два производства от леса и плюс два от вудленд. Ну, это не в этом районе точно. Так, сколько тут населения? Три. Может, тогда на обсидиан все-таки пока поставить. А потом флут ирригейшн. Вот так. Первый календарь. Солнечный или лунный? Я больше в традицию здесь, а в солнечном к программе. Ну, давайте солнечный попробуем. Так, и я так понимаю, что я набрал семь звезд. Для перехода в следующую эру. Видите, я могу не прямо сейчас выбирать. Не обязательно прямо сейчас переходить в следующую эпоху. Но не знаю, в чем идея не переходить. Что, что про... Может, в следующей эпохе все дороже? Я имею в виду там содержание юнитов, например, постройка зданий. Но при этом, соответственно, все круче. О, мне еще одного... Еще один юнит дали, похоже. Да, воина. Ну, можно воинам как раз сюда сбегать. Да, там китайцы уже вовсю расселяются. Ну, давайте перейдем в следующую эру. О! Могу выбрать вообще всех. Если вначале нам дают только за нубов сыграть. А-а-а, слушайте, прикол. Так, вы можете вообще... Мы же думали как, ты переходишь в следующую эпоху и выбираешь только из этой эпохи. А в каждой эпохе типа 10 культур. На самом деле нет, ты выбираешь вообще из всех возможных культур. Даже из той эпохи, в которой ты был сейчас. Ну... Так, аксумиты. Ну, я бы взял аксумитов просто потому, что это тоже типа с Африки, как и нумибийцы. И они тоже на... На деньги. Такие. Ну, давайте... Давайте, наверное, их возьмем. А кто еще торговцы есть? Карфагиняне. Блин, может карфагинян взять? Они, кстати, по-моему, ближе к нумибийцам. Они даже, по-моему, воевали с королем нумбийцев. Или нумбийцы и нумибийцы это разные чувачки. Короче, я хочу карфагинян. Не знаю. Мне как-то вот карфагиняне поприятнее. А-а-а, блин, а нафига мне карфагиняне, если у меня нету? Ну, морских вообще клеток и... Ну, тут, конечно, военный слон поприятнее будет. 36 силы, чем кто тут у аксумитов. 27. Слушайте, а аксумит сейчас не с той же эпохи, что и нумибийц? Сейчас я гляну. Нет, аксумиты все-таки из следующей эпохи. Просто как-то слишком большая разница между... Давайте посмотрим способности. Вот Шатилай. Ну, это видно, что, да, черные? То есть, как бы для развития нумбии вполне норм. С искривленным мечом в битве они помогают рядом стоящим с щитами. 27 силы, 4 перемещения, атакуют только соседнюю клетку. Помогают защищать кавалерию от стреляющих юнитов. Имеют... А, вот у них способность. У них больше зона контроля, которая не может быть проигнорирована. Они защищают стреляющих юнитов. Слушайте, так это нормально для развития моих лучников как раз. То есть, лучники нумбии будут защищаться этими вот ребятами. Ну, принимаем? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В прошлой серии я вам это показывал. И я не знаю, почему разработчики Humankind приняли такое решение. Ну, через вот такой сервис именно показывать стриминговый. Ну, по-другому никак. Спасибо, что смотрите. Продолжать ли прохождение? Ну, собственно, тут еще одна эпоха осталась. Так понимаю, зависит от ваших комментариев. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.